Дорогие соотечественники! Вот и подошло время нашей авторской программы «Позиция» разобраться в одном очень серьезном вопросе. Посмотрите, что сейчас творится в мире. На Западе очень много любят кричать о борьбе с терроризмом, об едином фронте борьбы и так далее. Однако вот в последние дни особенно показали, кто и как на самом деле борется и кто не борется с терроризмом. Более того, пытаются использовать его в своих высококорыстных целях. А это цена всему этому. Кровь человеческая. Поломанные судьбы не только людей, но и целых государств, целых регионов. Вот недавно, недалее, как вот на днях, грузовик в очередной раз вломился в толпу людей, куча жертв. Госпожа Меркель наконец-то, воленс-ноленс, вынуждена была признать, что такой феномен, как терроризм, корнями которого является вот этот процесс беженцев, которые бегут от войны, бегут от невзгод в сытую и образованную Европу, имеет место быть. Другое событие. В Анкаре убит русский посол Карлов. Человек высокой культуры, человек достойный, который всегда верил в триумф человечности. И вот что получилось. Для того, чтобы разобраться в этом сложном феномене, в опаснейшем феномене, о котором мы многократно предупреждали, и мы, и Россия, и другие страны, что, ребята, нельзя играться со спичками. Вот любят говорить, управляемый хаос. Так не управляется этот хаос. Если бросишь спичку и подожгешь сарай или дом соседа, пожар непременно вернется бумерангом тебе во двор. Чтобы более детально, более тонко проанализировать эту реальную угрозу, которая нарастает изо дня на день, не забывайте, вот сейчас пойдут дни Рождества, пойдут дни Нового года, и, безусловно, эти злодеи постараются отметить эти дни по-своему кроваво, бессовестно и бесчеловечно. У нас в гостях Валерий Демидетский. Человек, много повидавший, побывавший и в Африке, и в странах Востока. Человек, который, может быть, лучше многих других у нас в стране, знает истинную цену этому явлению, терроризму. Валерий, приветствую. Добрый день, Виктор. Спасибо за внимание. Что же происходит? Откуда такая эскалация? Почему вот эти игры, так сказать, имитация борьбы с терроризмом, приводят к таким просто жутким последствиям? В том числе и не только в тех странах, где это чуть ли не приветствуется, но и бумерангом бьет назад. Закон бумеранга никто не отменял. Ну, два последних теракта – это теракты, которые совершили террористы-самоубийцы. А мы знаем, что подготовка человека, который добровольно идет на смерть, это дело очень сложное. Это дело, которое проводится не один день, не два дня. Это не то, что там подложить какую-то мину. И борьба с такими, с подобными... И весьма дорогостоящие. Дорогостоящие. Когда нам говорят, а вот какой-то вызвался ненормальный придорок, какие миллиарды за этим стоят. Безусловно. Для того, чтобы подготовить психологически, это нужны хорошие специалисты. Можете себе представить, что такое человека уговорить решить себя жизни. Это надо и с семьей решить вопросы, зачастую такие вопросы решаются. И этого человека подготовить морально, психологически, зомбировать его. Это очень сложный процесс. И поэтому в мире существует целая сеть. Она хорошо финансируется. Мы знаем, кем это финансируется. К сожалению, на Ближнем Востоке это финансируется во многом с теми союзниками западных стран, с одиннадцатых Америки. Это имею в виду Саудовскую Аравию. И некоторые страны маленькие, нефтеносные, которые находятся... Эмираты, так называемые. Кувейт и так далее. В прошлые времена мы как-то все это смотрели по телевизору. Когда случались такие теракты. Где-то там террористы, даже у нас в фильмах, помнишь, говорили в знаменитом фильме «Нестабильность в мире», террористы опять захватили самолеты. Это было, казалось бы, как бы нас не касалось. Хотя нас тоже в Советском Союзе захватывали самолеты. Были такие случаи трагические. Это было связано не только с терроризмом, но и с другими событиями. А вот сейчас, да, это уже привело такую массовую, как бы... Обличие феномена целого. Да, это уже массовое явление. Мощного. Массовое явление, против которого как бы мир борется, но очень сложно что-то противопоставить. Да, вот против террориста-одиночки, против террориста-смертника невозможно разгадать человека, да, вот если там... Кроме одного, единого фронта. Да, единого фронта. Ну и вот сейчас даже как бы несколько радует, конечно, что весь мир, за исключением там нескольких стран, вот, призвал к тому, что как бы к единению, да, вот избранный президент Додон тоже в таком же ключе выступил, что для того, чтобы бороться с террористом, терроризмом, ну, необходимое единение в мире, да, нужно, ну, и взаимопонимание, нужно понимать, что не эти страны друг другу враги, а именно враги, нужно бороться совместно с терроризмом. Я думаю, что эти теракты не случайны, особенно теракт с российским послом. Все мы знаем, что сейчас, 20 января, вступает в должность, создается инаугурация как бы президентного президента США. Уже сейчас известно о том, что новый госсекретарь США планирует на конец января встречу с Лавровым. Это будет означать, что будет готовиться встреча Путина и Обамы. Ой, Путина и Трампа. Оговорился по фрейду. Ну, по инерции. Ну, Обама еще как бы у власти. Да, у власти, он президент пока. Он президент и очень многие вот в СМИ сейчас появились такие как бы намеки, вбросы о том, что как бы это, так сказать, последнее прощай, последнее привет, который послан вот этими людьми, которые, в принципе, проводили политику до Трампа. Какой будет политика Трампа, ну, как бы нам еще неизвестно. Ну, все было, конечно, на более на таких предвыборных тонах, да, говорилось о том, что он хочет покончить с многими теми вещами, которые проводились. Все-таки, извини, Валера, на секунду тебя перебью. Смотри, всегда получалось, что с администрациями демократов были одни проблемы, а вот ярые республиканцы, американисты, ведь все нормальные договора, которые были вот с целью безопасности международной, все заключены именно при республиканцах. Все, практически все. Я здесь даже Виктор... Это странно получается. Даже Виктор, я бы здесь говорил о другом. Не с идеологией ли это связано, что демократы всегда под щитом продвижения либеральной демократии, этой догмы во всем мире, да, везде на самом деле кровь, беда и проблемы и рост напряжен. А вот ярые американцы, то есть республиканцы, американисты, вот с ними как-то удавалось куда более конструктивно решать вопрос. Здесь есть больше надежда на что? На то, что есть две вещи. Все мы понимаем великолепно, что под видом свободы, демократии, этих ценностей продвигались, ну обычные нормальные интересы компаний, стоящих за этими политиками. Да, продвигались интересы больших денег, больших заработков и усиление влияния в мире, которые тоже приносят в итоге дивиденды. Да, но методы какие-то остоломные, эти арабские революции, цветные революции, майданы. Но пришел феноменальный случай, невозможно проводить такую политику, когда ты не имеешь какой-то идеологической поддержки и понимания в мире. Сегодня вот та политика, которую проводили в Соединенных Штатах Америки на Ближнем Востоке, ты помнишь, начиналась и с этой пробирки знаменитой, которая выяснила, что ничего там не было. Порошок от тараканов там вроде бы. Потом уже пошли настолько далеко, что того же Мубарака, который был довольно-таки цивилизованным, ну да, авторитарным, но вполне приемным, с которым можно было договариваться, с которым можно было решать вопросы и так далее, его сбросили. И в итоге привели в Египте, как наглядный пример, Мурсии братьев-мусульман. И побоище. Так вот, это привело к той ситуации на Ближнем Востоке, где мы и Ливии, и Сирии, и Иран, и Ирак, и Афганистан, и... Полыхнуло. Полыхнуло таким образом, что теперь говорить о том, что таким образом продвигается свобода и демократия, могут либо больные люди на голову, либо подлецы, которые получают за это деньги. Обратите внимание, как оно в природе. Почему-то идиоты круглые и мерзавцы, они всегда на одной платформе. Посмотри, как легко мерзавцу иногда прикрыться круглым идиотизмом, мы, мол, как лучше хотели. Или идиота применять за мерзавцев. Вот поэтому уже сегодня очень трудно людям, так сказать, доказывать, что вот таким образом продвигается свобода, демократия, процветание. И я понимаю, что должен меняться тренд. То есть надо что-то другое изобретать для продвижения своих интересов в мире. Я думаю, что политика Трампа будет связана именно с этим. То есть это уже не работает. Плохо работает. Или не работает, или плохо работает. Особенно плохо работает. У нас еще может работать, потому что у нас еще, слава богу, Молдавия бедная страна. У нас терроризма нет. И тучная стада наших неправительственных организаций, так называемое гражданское общество, еще будут долго рассказывать нам. Скажем так, наша нищета, наша защита. Наша нищета, наша защита. Еще долго будут нам рассказывать эти самые. Вот рассказывать то же самое, допустим, в Сирии, Ираке, Ливане. Я там бывал и в Египте. Вот я поэтому и сказал телезрителям, что ты знаешь... Вот рассказывать им об этом там, это очень рискованно. Можно и получить. Знаете, потому что они это все испытали на собственной шкуре. Они проходили это. В шкуре. И как говорил бравый генерал Лебедь покойный, нет луча солдата, чем тот человек, который увидел разоренный дом, убитую семью. Игил, он, говорит, превращается в волка, которому не нужны ни деньги, ни идеологические установки. Он будет рвать и рвать до тех пор, пока будет жить. А жить он будет долго, потому что он воюет обычно хорошо и ничего не боится. Он не боится смерти. Понимаете, ему уже незачем жить. Волк. Вот поэтому расплоди вот это страшное, то, что появилось на Ближнем Востоке. Я имею в виду ИГИЛ и другие, те, которые называют почему-то умеренные оппозиции. И те, которые прыгают на трупах, что-то вырезают, режут голову. Я не понимаю, как это можно назвать. Как можно быть умеренной оппозицией. Вот я думаю, что, скорее всего, этот тренд связан с этим. Потому что американцы довольно-таки прагматичные люди. Они, когда что-то начинает не работать, они быстро очень перебрасывают. И ищут что-то, чем можно это заменить. Этот тренд будет, наверняка, скорее всего, меняться. Очень много будет, конечно, зависеть от того, о чем поговорят. Самое интересное, это несколько касается, может коснуться и нас. Почему? Потому что я далек от мысли, что сегодня можно быстро и как-то с ходу, или в какой-то ближайшей перспективе найти развязку таким сложным конфликтам, как в Сирии. Там должна быть очень серьезная международная конференция, которая определит судьбу Сирии, место в ней Асада. Будет Асад, не будет Асад. Но это уже надо будет договариваться. Договариваться именно и с Россией, с Европейским союзом, и с американцами, то есть с основными игроками. На Украине тоже очень сложно сегодня найти формулировку. А вот решение Пренестровского конфликта, я не говорю, что решить его сегодня и окончательно. Но подходы выработать вполне. Но выработать подходы и определиться с какой-то формулой урегулирования и двинуться по этому пути, пусть этот путь займет 5-10 лет, ничего страшного. Вот если помнишь, когда-то у нас вышли толпы людей, возглавляемые политиками на улице, и кричали, что мы против меморандума Козыка, потому что он узаконит на 10 или на 20 лет пребывание российских войск, миротворцев. Ну вот пошло, слава богу, 13 лет. И мы зашли еще дальше в лес и имеем чем-то еще больше дров. То есть мы не решили этой проблемы. А проблема еще сгубилась. В лес мы зашли, а дров не поимели. Да, да. То есть мы приняли этот закон 2005 года, они провели референдум и затащили ситуацию Пренестровского урегулирования еще дальше. У нас появились таможни полноценные, пункты, там и здесь выросла элита. То есть ситуация начала устаканиваться, остановиться. Виктор, мы сегодня, напоминаем, мы сегодня видим, что у нас и на правом, и на левом берегу к власти, в принципе, пришли некие такие, я бы называл, обкомы. То есть когда управление страной ведется из кабинета в какой-нибудь крупной компании. Там это шериф, здесь мы знаем кто, да, вот у нас, да. И у нас есть какие-то председательные исполкомы и так далее, и так далее. И эти люди, я так полагаю, что они думают, что как бы, знаете, ну вот все. Ну что, еще, что еще было? Власть в руках. Власть в руках. Схема отработана. Схема отработана. Работа. Да, и мы, это самое, и мы дальше будем вот таким образом. Я думаю, что, я боюсь, что этого не получится, потому что выйдя на новый уровень, да, вот когда они всплыли и вышли на новый уровень, да, а там же другие правила играют. Вот, и там игроки более сильные. Этих игроков можно обмануть раз, может и два раза. А потом получишь по мозгам. А потом эти игроки очень быстро играют, тем более с такими вот, как, с тем, что мы имеем мы здесь, да, вот, то есть, как бы, понимаете, любой лидер политический, я думаю, что никто со мной не будет спорить, силен тогда, когда у нас есть массовая поддержка. Сегодня спросить, какая есть поддержка, допустим, у тех, кто управляет нами, у нас, да. У обкомов какая поддержка? В народе, да, в населении. У нас минус 80%, да, и на левом берегу тоже очень невысокая, по той простой причине, что, в принципе, голосовали-то против Шевчука, а не за Красносельского. Но когда Красносельский вынужден был уйти и сказать, что он независимый кандидат и пытаться дистанцироваться от Шерифа, потому что вот его связь с Шерифом, она его компрометировала и давала надежду Шевчуку на то, что он мог даже выиграть эти выборы. И рейтинг подрос, когда начали критиковать вот эту связь, потому что люди очень сильно опасаются вот такого, знаете, теневого, когда все подключено под бизнес какой-то крупный и под какие-то бизнес-интересы. Вот у нас интересная такая ситуация складывается, когда, я думаю, что и Игорь Дадон поедет в Москву и будет говорить на эту тему. С теми, кто решает. С теми, кто решает. И я думаю, что и Красносельский поехал вчера, полетел в Москву, и с ним тоже поговорят. И я думаю, что вот это предложение о встрече, которое вот было со стороны Игоря Дадона, оно отнюдь не случайно. Оно говорит опять об этом тренде, что у нас появляется некое такое окно. И честно говоря, вот из той информации, что я как бы имею, я бы не молдавским, не принесовским политикам не советовал с этим шутить. Потому что действительно будут говорить очень серьезные люди, да, и если пойти поперек этих людей, вот этого тренда, да, можно нажать очень большие неприятности. Кстати, помнишь, когда Михаил Федорович не понял, что сказал американский посол, когда он сказал, что идея унионизма не самая удачная идея. Помнишь эту истерику? Парень, я не понял. Да, да. И люди сегодня попытаются каким-то образом, дай бог, чтобы это случилось, чтобы эти договоренности какие-то состоялись, и чтобы начали мы какой-то отход, да, мы начали отыгрывать от той кризисной и страшной ситуации, которой подошел мир. Потому что ситуация уже чревата, и она очень сильно чревата каким-то сбоем, понимаете, слишком много мелких игроков, а как говорят крупные игроки, да, вот что мелкие игроки чем опасны. Ну, как-то Черчилль пошутил, хоть он ненавидел Гитлера, он говорил, вот понимаете, Гитлер можно, Гитлер он диктатор, но с ним можно договориться, и можно по каким-то вопросам, да, он контролирует ситуацию. Понимаете, обычно политики решают с теми, кто контролирует ситуацию. А все эти полевые командиры, понимаете, с ними договориться невозможно, потому что у них разные мнения, и сегодня не так, завтра так, а послезавтра они сцепятся, и все поломают. Поэтому, наверное, мы будем свидетелями в ближайшее время попытки, так сказать, каким-то образом эту ситуацию решить, начать движение к какому-то новому раскладу сил, к новому договоренности. Поскольку, по большому счету, вот так, если посмотреть геополитически, наступает какой-то момент, когда ни Западу, ни Востоку, вот эта вот самодеятельность, вот этих, то есть кукловодить не получается. Марионетки начали срываться с ниточек, бегать, вытворять, черт знает что. Ну, это мы видим на примере проблемы беженца. Вот я разговаривал с своими коллегами из западных стран, они, в принципе, говорят, вот наиболее-таки благоразумные из них, они говорят о чем? Что да, вот сегодня, то, что мы сегодня пустили этих людей, очень много людей, это некая плата за наше колониальное прошлое. Давай скажем честно, что очень многие века, а то и тысячелетия, Западная Европа, потом Соединенные Америки подключились к этому, Великобритания, Голландия была крупной империей, Бельгия, 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 был век колоний. И этих людей, почему они плохо живут, несмотря на то, что у них есть, они действуют именно по тем же лекалам, которые у нас приняты, многопротивность, рыночная экономика и так далее. Но, тем не менее, за сто лет они не разбогатели особо, применяя эти принципы в Африке. И, кстати, везде МВФ подключалась за борьбу, за реформы, почему-то приводила к ужасным последствиям. Как очень многие говорят, что если страна не созрела, и она еще не имеет, как бы, таких функциональных институтов, демократических контролей над народом, населением над властью. И не имеет традиций, и традиций не имеет. Давайте ей деньги в долг, это угробить эту страну. Эти деньги будут разворованы, будут повешены на народ, и народ будет влачить жалкое существование, отдавая деньги. И задушат эту экономику. Да, и задушат экономику. Ну, то, что у нас происходит. 25 лет у нас, мы живем по лекалам, по советам, так называемых партнеров по развитию, и никакого развития у нас, скажем честно, нет. И нечего жить. Половина населения сбежала из страны, промышленности нет, экономики нет, как бы, и мы постоянно стоим с протянутой рукой. И радоваться, конечно, я понимаю, когда говорят о том, что нужно дать кредиты, потому что иначе не будет выплат. Я сегодня, кстати, утром... В коротком шорт-тайм времени это необходимо, это нельзя отрицать. Но это губительно для страны. Но для длинного периода смерти... Это опять же губительно, потому что это понятно, что... Это оттягивать болезни, занять ее в хронику. Абсолютно. В хронику. Я сегодня ехал и слушал новости, по-моему, то ли по публике, то ли по другому каналу. И вот там говорили о том, что вот все, значит, подписали очередной кредит, предчередная помощь, она будет направлена, значит, на поддержку бизнеса, на развитие, на оживление экономики и так далее, и так далее. А потом говорят, эти деньги будут направлены в бюджет. Я был ошарашен. И говорю, как это? Или туда, или сюда. Типа, как, ребята? Да, да. Если деньги в бюджет, так это... То есть, или-или. Или-или, да. Бюджет, это мы их проедим в ближайшее время. Несмотря на то, что можно говорить, что там и гранты есть. Нет, сначала часть раздеребанят, а потом часть проедят. Но я хочу сказать одну вещь, что бесплатный сыр бывает в мышеловке. И вот эта радость по поводу внешних заимствований мне непонятно, потому что... Кстати, сыр-то не бесплатен. Да, да. Я понимаю, что деньги можно брать взаймы только тогда, когда есть четкий бизнес-план. И знаешь, когда отдашь и как? Ты вкладываешь эти деньги, зарабатываешь на этом. Ну, это любой человек нормальный, который приходит в банк за кредитом. В любой семье нормальный. Да, да. Он приходит, закладывает квартиру, берет деньги, допустим, под какой-то проект, его осуществляет, получает прибыль, рассчитывается с проектом и двигается дальше. Если у него это срывается, а у нас постоянно срывается, он теряет жилье и становится нищим бомжом и начинает ходить с протянутой рукой. И рассказывает жене, что сегодня наш путь в светлое будущее поддержали и те, и эти, и те нам одолжат, и эти надолжат. Думаю, что любая жена такого мужа бы выгнала из дома. Но мы почему-то наших политиков терпим и любим даже. Вот поэтому такая вот ситуация накладывается. Вот как бы есть и плохие новости, но на базе этого есть какая-то, может быть, надежда и для нас. Что у нас этот застарелый, замороженный конфликт, который, в принципе, я не вижу проблем, начать его решать и объединять страну. То есть я не вижу особых проблем. Люди с двух берегов Днестра, у нас нет никакой ненависти. Это единый народ. Родня и там, и там, вера одна. Единственное, что мы здесь, не мы, не население. Обкомы разные. Нет, нет, вот, вот. Что наши политики, воспитанные на вот этих вот внешних заимствиях, грантах и так далее, и так далее, почему-то не хотят воспринимать то, что там люди думают несколько по-другому. И когда им говоришь, что это же демократия, это же нормально, да. Нужно воспринимать, уметь. Вот, если вы меня просите уважать человека, который, так сказать, хочет, как бы, мечтает об объединении с Румынией, то почему тогда не надо уважать пренестровца, который мечтает об объединении с Россией? У вас абсолютно одинаковые позиции. В чем дело? Почему? Почему этот плохой, а этот хороший? Почему этому можно это разрешать, а тому нельзя это разрешать? Вот этого я не понимаю. Очень просто, да. И они мечтают об этом, вы мечтаете об этом. Если вы проголосуете на каких-то выборах и приведете к власти политические силы, которые будут, так сказать, определять этот курс, да, ну, это ради бога. Но главное, чтобы это не достигалось какими-то запрещенными методами. Войной, насилием, погромами, как у нас было неоднократно в стране. Да и вот посмотри, на нашем-то берегу вот эти ребята, которые ратуют за развал государственности, мол, что это сталинская якобы химера, там, все эти семь веков молдавской государственности, для них пустой звук. Молдавам вообще как народа нету, ни языка, ни культуры. Знаешь, такое впечатление, что вот рисуется такая картинка. Бабах, указом Сталина сформирована Молдавская Советская Социалистическая Республика, какая-то эфемерная фантома, какой-то, что и так далее. Я говорю, подождите, ребята, а семь веков нашей государственности, семь веков уникальной традиции, о которой еще Кантемир писал, что люди самых разных национальностей образуют, и вот у нас единый народ. Еще Кантемир писал в описании Молдавии, за которую, кстати, получил берлинского академика. Это первый академик не только, кстати, Молдавии, но и России. То есть серьезные люди еще спокойные. И вот появляются умники, которые рисуют нам, что мы никто и имя нам никакое. А эти, мол, Приднестровцы, да что они нам и так не нужны? Мы это слышали с самого начала, так сказать, лет 25 назад. И посмотри, и получается, что экстремалы на том берегу и экстремалы на другом берегу сходятся в одном, раздеребанить, развалить вот эту древнюю государственность. Вот правда удивительным образом, вот не зря говорят, что экстремы сходятся, потому что мир-то круглый, мы шли, голова человека тоже круглая вот эта сходит. Так вот я хотел бы спросить, вот мы с тобой были на съезде социалистов, да, социалистической партии. Вот там присутствовал, естественно, ее лидер сейчас, он передал свои полномочия, Игорь Николаевич Дадон, вот он выступил там с речью, которая, на мой взгляд, это был набросок его речи, скажем, как он сейчас, уже будучи избранным, там Конституционный суд там все утвердил, вроде все в порядке. И Майю Санду, к сожалению, не подождали, она в Англии в магазине покупала себе какие-то туфли, а вот это Нася не хотел бы подождать, но все равно вопросы решили. И вот после этого Игорь Николаевич Дадон, терпеливо, так сказать, подомжавший, пока все эти процедуры странные закончатся, вот, он теперь юридически все. Это избранный президент, что только требуется ему положить, поклясться, так сказать, на Конституцию, и, собственно, это и есть инаугурация, это и клятва, и он с этого момента становится уже нашему дорогому Тимофтью, я не знаю, вот мы с тобой, когда в лифте поднимались наверх, ты заметил надпись, что там лифтером у нас работает Тимофтья, я так подумал, не приберег ли он себе... Буду допускаться, посмотреть. Не приберег ли он себе так местечко, знаешь, к пенсии там подработать, но тем не менее выступление Игоря Николаевича Дадона имело явный характер, вот именно изложения краткого своего видения, не просто программы, программа есть программа, мир меняется, какие-то вещи придется пересмотреть, и все это понятно. Но вот это основное свое видение, как он видит, как должна идти страна, вот эти три момента, как объединить эту страну и народ в единое целое, как спасти разрушенную экономику, как определить место Молдовы в нарождающемся многополярном мире, вот это он, по-моему, достаточно ясно изложил. Вот как ты видишь характер его выступления в цвете этих проблем, которые мы вот только что обсуждали? Ну, я уже говорил где-то, что, конечно, предшественник Игоря Николаевича, ну, как бы, очень поражал. Да, вот как бы, он был и главой государства, и одновременно не был главой государства. Можно по-английски это обзвучало так, very amazing person, удивительная персона. Да, почему? Потому что он не был глава государства, и так уж сложилось в нашей стране, у нас президента рассматривают всегда как отца нации, и простых людей не интересует. А есть у него полномочия, нет у него полномочий, он президент, и с этой поры он отвечает за все. Я думаю, что вот эта реакция, неприятие предшественника Игоря Николаевича было от этого, от него ждали, очень много ждали. Когда его избрали, действительно, там, если помнишь, собрались люди, несколько тысяч человек, они его приветствовали и так далее. И эти люди уже через год-два его проклинали. Ждать нечего. И именно те люди, вот я их узнавал, вот эти вот преднестровцы, которые воевали, ветераны и другие, они как его аплодировали, как качали, как радовались, как плакали, как приветствовали, так и с таким же рвением его проклинали. Уже через год-два то же самое было с многими нашими президентами. Помнишь, и калачи у нас носили, и Мерчу Ивановичу, и Снегуру, и просопы. Походили, проходили и проклинали и так далее. Вот я, есть такая у меня коллега, Валя Ушакова, написала хорошую книгу с таким названием «Не целуйте руки президентам, не сотвори себе кумира». Есть такое, да? Да, мудрое правило. У Игоря Николаевича Дадона сейчас, как у избранного президента, есть очень большая и сложная задача. У него есть возможность, я хочу вам сказать, вот в истории, и ты лучше меня, как это историк, знаешь, в истории многих государств были люди, которые оставляли след, становились мессиями, да? Да, спасителями. Спасителями. Ну, даже в той же Турции, где был теракт, это знаменитый Ататюр, да? Да, Кемаль спас страну. Который спас страну в сложнейшей ситуации, когда страна грозила исчезнуть просто. Да, вообще. Да, да, вообще исчезнуть. Вот. И очень многие. Вот я как-то даже спорил с людьми, я уже такой, как бы, прагматичный человек, но... И потому осторожный в суждениях. Осторожный всю жизнь в суждениях, но меня поразил тоже один из моих коллег в Москве. Он тоже сказал, ты знаешь, говорит, ну а вот что Путину? Он мог спокойно, как и при Ельцине, положить себе хорошо в карман, побыть там два срока, спокойно уйти, и безбедным сейчас жил, да? А Россия бы рухнула, как страна, под давлением тех же террористов. Ну а что, дело шло к этому. Дело-то шло к этому, к развалу России. Помнишь, когда Путин, его знаменитая фраза, когда он сказал, что дело идет не о проблеме чеченской вот этой войны, речь идет о спасении государства российского. Человек понял? Абсолютно. И посмотри, кстати, сейчас, как Кадыров и Чечня, как они его поддерживали. Дело в том, что он действительно тогда сумел переломить ситуацию, да? И вот сейчас он как бы сумел вернуть уважение к России. Можно сказать, вот как профессор преображения, он вот эту разруху в головах где-то прекратил. Да, прекратил. И вот, скажем так, что он уже оставил свой след в истории России. Это очень сложно, потому что, когда он сказал, что он как раб на галерах, он не врал. Потому что очень многие вещи приходятся и личную судьбу, и... Надо быть колоссальным тружеником. Надо быть тружеником. И ответственным за свои решения. Да, и это налагает какие-то определенные и на семью проблемы, и безопасность, и вопросы, и другие вопросы. У Дадона очень сложная ситуация. Ему нужно объединить наше расколотое общество. Как показали, выборы общества расколото пополам. Найти эту формулу, да? А какая может быть формула? На чем мы можем объединиться? На благосостоянии? На обогащении? Не работает. Не работает. На румынизме тоже не работает. На молдовинизме тоже какая-то проблема. Если понимать его в узком смысле. Нужно найти эту формулу, как объединить людей. На базе чего люди могут сказать, что да, мы разные. Одни смотрят в Румынию, другие смотрят в Европу, третий смотрят в Россию, четвертый еще куда-то смотрят. Но у нас что-то есть общее, что нас объединяет. И это тот дом, который нам Господом Господом дам. Вот это я услышал. Вот эти ноты, вот эти посылы я услышал. Сразу же откликнулись. Я видел уже сегодня публикации, написанные явно с чужой руки. И я думаю, что они были написаны. Ему там посоветовали освежить в памяти, кто такая Россия, что самый страшный враг. Что якобы мифическая какая-то 14-ая. Это значит, что он попал в точку. Да, значит, он попал в точку. Поэтому у него очень сложная задача. Я хочу сказать, что это не его задача. Это задача наша. Это задача наша, потому что мы понимаем, что если этого не будет сделано сейчас, на нашей стране можно будет поставить... Лидер силен поддержкой массы. Если масса поддержит, все получится. Если его поддержат в этой ситуации, если он найдет поддержку, сумеет добиться поддержки подавляющего большинства своими действиями, если он попытается объединить людей и сможет это сделать, поставить какую-то задачу. И мотивировать тем самым. То есть, тогда он может тоже войти в историю, как человек, который открыл новую страницу. К сожалению, до него это очень мало удавалось. Вот у Воронина был такой просвет. Был один момент, у него пошло. Да, пошло, поехало. Каким-то образом удалось стабилизировать что-то. Совпало с хорошим периодом в экономике. Пошел рост. То есть, как бы был наведен порядок в каких-то областях. Налоги платились. Немножко люди поверили. И поверили. Вот хорошее слово. Вера движет. Поэтому за него дважды голосовали. Да, люди поверили. Можно что угодно говорить, но за него... Но это был лучший президент за все время нашей несовершенности. И это все признают. И самое интересное... Кто этого не признает? Да, самое интересное, что признают и его враги. И тех, кто его критикует. Что да. Вот я сегодня разговариваю с людьми. А дальше что-то не пошло. Да. Я разговариваю с теми же людьми, которые в 2009 году жгли парламент и так далее. Ненавидели Воронину. И когда я с ними говорил, что... Они мне начинают сначала лепетать о том, что... Ты знаешь, ну просто не повезло с евроинтегратами. Они были неправильные. Я говорю, ну так что, может быть мы еще 7 лет будем искать правильных? А вдруг повезет. Да, да. Давай еще найдем одних правильных. Вот смотри, люди не хотят верить в очевидное. Вот смотри, есть идеальное и есть реальное. Но если те реальное показывают, что твоя идея изначально оказывается была неверно, ложной. Если вот все эти твои надежды, упование на помощь Запада, Запад нам поможет и так далее. Вот, нарушатся они, видно, нас использовали, нас имеют. Но, Виктор, ну... И вот человек, ему самое трудное внимание, даже не с деньгами расстаться. Бывает, ну потерял, что с ними? С иллюзией. Вот. Ох, это... А иллюзия так крепка, потому что нас держится на нашем национальном... Как бы, на национальном черте не только нас. И молдаван, и украинцы, и русских и так далее. По щучьему велению, по чему-то хотению. Я лежал на печке, а в это время какие-то ребята там наверху что-то придумали, какое-то чудо, и все покатилось. Ничего так просто не катится. И ничего так просто не дается. Для того, чтобы что-то изменить в стране, надо напрячься. И никто этого не отменял. Это делали во многих странах. Такие периоды бывали. Встряхивал и Россию Иван Грозный, и Петр Первый. И тот же Иосиф Сталин, которого можно ругать. Но при нем тоже... Тем не менее. Да, да. При том, что надо критиковать его и за репрессии, и за страшные вещи, которые он сделал. Да, но тем не менее, при нем был сделан скачок. И сам Черчилль говорил, что он взял Россию с Сахой, а оставил сверхдержавой с ядерной бомбой и первопроходцем в космос. Это было заложено им. Конечно, в то время. Это было заложено им, да. Совершенно верно. Поэтому любой рывок, он потребует какого-то единения общества. И каких-то жертв. Да, и каких-то жертв. А если мы будем и дальше, так сказать, ждать, что нам какие-то... Что нам кто-то чего-то... С востока или... Это независимо. Или с востока, или с запада, с севера, с юга. Кто-то нас начнет развивать. И вот когда людей спрашиваешь, неужели ты веришь, что кто-то за рубежом... А тебе печется. Да, мир устроен, как и люди. Люди конкурируют между собой. Страны тоже конкурируют. Борются за место под этим солнцем, за нишу в мировом разделении труда, за рынки сбыта. За все вещи. Из-за этого начинаются все войны. А не за продвижение каких-то там демократий, свобод... Идеалов. Идеалов. Идеалов и так далее. Это бред. Поэтому все это бред сивой кобылы. Поэтому надеяно... Вот когда говоришь, что неужели ты думаешь, что немцы и французы хотят сделать Украину процветающую, или Россию, или Молдову, чтобы потом что, поменяться с нами местами и ездить к нам, заниматься тем, чем мы там у них занимаемся? Тогда человек начинает думать, да, правда, где-то что-то вот здесь в это есть. Так почему же ты веришь так легко, что вот стоит всего лишь кого-то, дядю, послушать зарубежного, и все будет хорошо? Вот смотри, мы пошутили Маечке Санду, которая там туфельки где-то в Лондоне покупала, попросила, чтобы на день сдвинули заседание Конституционного суда. Я не зря их изничаю, потому что у меня для этого есть основания. Да, Новый год, женщины... И я скажу, какие. Ну, во-первых, я уважаю женщин, их любовь к шоппингу, и тут никуда не денешься. Но я и хочу подчеркнуть другое. Вот эта масса наших гастарбайтеров, которые сейчас работают на Западе, они забыли, что их выгнало за пределы родной страны. Виктор, а ты уверен, что они там голосовали за Майю Санду? По всем данным. Когда в княжестве Монако 37 тысяч человек, находится 2000 молдавских избирателей, и когда это не происходит в посольстве, где хотя бы можно, вот ты, когда проводил выборы, был послом, тебя можно привлечь к ответственности. У меня два человека было голосовало. Господин посол, откуда эти люди? Что это за паспорта? И сверить просто, что эти люди в это время, может, голосовали в каких-то там Каликауцах, или в какой-то там Бравиче, или в каких-то Сесенах, да? И посол за это должен ответить. А у нас же, кто следил за этими участками? 25 участков Виталий. Откуда столько людей, которые мы даже были... У меня другой вопрос. У меня есть очень большие сомнения, что те, кто... Откуда у нас всего лишь 6 избирательных участков на всю огромную Россию? Ну, ну, это же очевидно. А там люди явно не сторонники Майю Санду. Где большее часть гостребайтеров. Конечно. И две трети поступлений в бюджет иностранных... Давай скажем честно, как обстоят дела? В свое время наша, так сказать, проевропейская правящая коалиция очень хорошо поработала с диаспорой. Я думаю, да. С диаспорой, как бы, благословили на эту деятельность. А вот как это производит, как эта деятельность происходит, и откуда вот эти голоса появляются в массовом таком порядке, когда в первом туре столько... Я видел этот же фокус, сработал в Румынии, когда избрали Йоханниса. Сейчас посмотри, какая интересная ситуация пришла в Румынии, да. Стоило только убрать руку с пульта, меняется администрация. И тот человек, который в Румынии отвечал за все эти процессы, он в непонятке. Поменялся хозяин. На это время любой нормальный умный чиновник, он притихает и ждет, что будет с новым хозяином. То есть он не предпринимает действий, которые могут... Чтобы не подсказнуться. Да, да, чтобы новый хозяин не расценил это как своеволие, бунт и против него. И стоило убрать в Румынии руку с пульта, как год назад социал-демократы, которые уже в тюрьму сажали, это в Лидию Драгни и так далее. И они были разбиты, распушены. И именно таким трюком, когда в первом туре подняли какие-то демонстрации недовольства за рубежом, а во втором туре количество голосовавших за рубежом выросло вдвое. И на десятки тысяч. Откуда? Как? Что? Как успели. Что произошло? Понимаешь? Как успели. Поэтому я говорю, что я, скорее всего, вижу здесь там неразбирательство на студии, там должны заниматься уголовные... Это уголовное дело. У нас за фальсификацию выборов есть статья Уголовного кодекса. И вот эти вбросы, понимаете, которые осуществляются. Я никогда не поверю, что в княжестве Монако голосовало 2000 молдаван. Ну что... На 37 тысяч на сутки. Я думаю, может, это какие-то богачи приехали в казино там... У нас кончается время, к сожалению. Вот смотри, вот только, как разговорились только. Скажи, учитывая, что наш счет пошел на секунды, обратный счет, перед Новым годом, скажи нашим дорогим соотечественникам, что ты о них думаешь? Что ты думаешь о нашем будущем? Чего пожелаешь? Я думаю, что у нас Новый год. Новый год такой праздник, который мы встречаем, подводим какие-то итоги, но больше он связан, конечно, с надеждами на будущее. Мы поднимаем бокалы за новогодним столом и загадываем желания. Я думаю, что у многих наших соотечественников сегодня есть самое большое желание, чтобы их близкие родители, их мамы, папы, близкие дети вернулись из-за рубежа, наконец, домой. И смогли здесь встречать Новый год за родным столом, да, а не только приехав и уезжая обратно. Есть надежда на то, что наша страна, наконец-то, начнет развиваться. Есть надежда на то, что наша страна, наконец-то, мы не будем смотреть телевизор с содроганиями, не будем получать вот такие новости страшные, которые мы получаем, что у нас дети научились убивать друг друга, что у нас во власти только воровство и только коррупционные скандалы, и вот это вранье на выборах, когда нам все время постоянно обещают. Вот с этими надеждами, конечно, связаны мысли большинства наших людей. Мне хочется им пожелать в этот день, чтобы их надежды, наконец-то, за эти 25 лет, вот тяжелые, которые мы прожили, материализовались в какое-то движение, в какую-то работу. В начало других. И очень хочется надеяться, что с новым главой государства мы тоже с ним связываем надежды, да. И очень хочется, чтобы у него все получилось. И хочется пожелать, чтобы у нас с следующего года дела пошли лучше. Спасибо. Спасибо, Валерий. Дорогие соотечественники, вот на этих прекрасных пожеланиях Валерия Демидецкого мы завершаем сегодняшнюю нашу авторскую программу «Позиция». И поверьте мне, мои дорогие, я вам желаю точно того же самого, вечно любящего вас Виктора Ивановича Борщевича. Субтитры создавал DimaTorzok